Здравствуйте дорогие друзья! Вы на видеоканале Цейхгаус, канале для любителей военной истории. Если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк и подписаться. Приятного просмотра! Дорогие наши зрители и подписчики! Санкции докатились и до нашего канала. Монетизация отключена. Несколько лет наша команда выпускала для вас по 2-3 ролика в день в формате тележурнала. Теперь нам нужна ваша помощь. На экране вы видите номер карты Сбербанка, на которую вы можете сделать перевод. Кто сколько сможет. По замыслу Ю-52 должен был стать чисто гражданской машиной. Руководство, входившее в концерн Юнкерс авиакомпания Юнкерс Люфтверкер Персиен, оперировавший в Иране, внесло предложение о создании нового грузового самолета. Он должен был перевозить 2 тонны на расстояние 800 километров. В 1929 году под руководством Цинделя началось проектирование новой машины, названной Ю-52. Основными требованиями конструкции являлись простота, надежность и дешевизна в эксплуатации. Весьма важные характеристики для работы в районах, расположенных вдали от развитой сети аэродромов, заводов и ремонтных мастерских. Скорость и потолок имели куда меньшее значение. Циндель взял за основу проект самолета В-33, но значительно увеличил габариты. Крыло в частности стало примерно в полтора раза длиннее. Общая компоновка и конструкция самолета оставались традиционными для фирмы Юнкерс, напоминая ранее выпущенные Ф-13, В-34 или Г-31. Это был свободно несущий моноплан с нижним расположением крыла. Под задней кромкой последнего подвешивались большие закрылки. Применялась схема двойного крыла, придуманная еще основателем фирмы Гуга Юнкерсом. Наружные секции закрылков работали как элероны, внутренние как щитки. Устройство было весьма эффективно для тихоохотных самолетов, обеспечивая большую подъемную силу крыла, малый разбег на взлете и пробег на посадке. В отличие от более ранних машин фирмы Юнкерс, основой каркаса крыла являлись четыре ферменных лонжерона из стальных труб. Многолонжеронное крыло дало при приемлемом весе высокую прочность и хорошую стойкость к повреждениям. Емкий плоскобортный фюзеляж позволял размещать громоздкие грузы, подававшиеся внутрь либо через большие люки в бортах, по два на каждой стороне, либо через люк в потолке кабины. При использовании машины в качестве пассажирской в салоне устанавливалось до 17 кресел. Под полом салона находились четыре вместительных багажника. Колеса в полете не убирались. Для тех скоростей, на которых предстояло летать Ю-52, это было просто бессмысленно. Наоборот, прочное и жесткое не убирающееся шасси расширяло количество взлетных площадок, с которых мог работать новый самолет. Альтернативой колесам служили лыжи или поплавки. Самолет был цельнометаллическим. Обшивка являлась несущей и выполнялась из гофрированного дюралевого листа. Металлическая машина могла эксплуатироваться в любом климате, от холодного севера до жаркого юга. Для нее не являлась проблемой хранения под открытым небом. Экипаж Ю-52 должен был состоять из двух пилотов, сидевших бок о бок. Самолет параллельно проектировали в двух вариантах – одномоторном и трехмоторном. Но опытный образец решили строить с одним двигателем L88, мощностью 800 л.с., 12-цилиндровым V-образным мотором водяного охлаждения. Ему предстояло вращать четырехлопастной металлический дюралевый винт фиксированного шага. К постройке опытного образца, названного Ю-52БА, приступили в начале 30-го года. К концу сентября сборку закончили, а 13-го октября шеф-пилот фирмы «Юнкерс» Циммерман впервые поднял моноплан в воздух. Но первые же полеты продемонстрировали ненадежность мотора L88. Его заменили на менее мощный, но лучше доведенный BMW, мощностью в 685 л.с. Некоторые авторы утверждают, что замену двигателей произвели еще на стадии рулежки. И с L88 машина вообще не летала. В феврале 31-го года Германское министерство транспорта выдало официальный сертификат летной годности. 17 февраля фирма устроила в берлинском аэропорту Темпельгов презентацию своего нового детища. Кроме журналистов, там присутствовали представители авиакомпаний и иностранных посольств. Среди последних находились специалисты из инженерного отдела посольства СССР, отснявшие самолет целиком и по узлам снаружи и изнутри. Фотографии и описание машины тут же отправили с курьером в Москву. Несмотря на благожелательные отзывы, заказов не последовало. Руководство фирмы на свой страх и риск начало серийное производство. Одномоторных Ю-52 построили немного и фактически все машины этого типа отличались друг от друга. Первым пассажирским самолетом стал самолет с салоном на 15 мест. Пассажиры сидели в два ряда вдоль бортов, лицом вперед по полету. Эта модификация осначала с мотором BMW мощностью 800 л.с. Сертификат на нее выдали в феврале 1933 года. Самолет передали как служебной комиссии по авиационной промышленности, но эксплуатировали его недолго. 27 мая того же года он разбился и сгорел. Последний, седьмой одномоторный Ю-52 в ноябре 1935 года сдали уже возродившимся германским ВВС, Люфтваффе. Он был оборудован как буксировщик мишеней. Одномоторные варианты не имели большого успеха. В цехах завода Юнкерс в Ди Сау стояли недостроенные самолеты. На них просто не было заказов. И это объяснимо. Тяги одного двигателя такой большой машине явно не хватало. Да и надежность моторов того времени оставляла желать лучшего. Авиакомпания дочери Люфтганза заявила, что согласна приобрести партию машин, но в трехмоторном варианте. В ответ Циндель разработал модификацию Ю-52-3М с тремя американскими двигателями Прат Уитни Хорнет в 600 л.с., вращавшими двухлопастные винты. Один двигатель расположили в носовой части фюзеляжа, а еще два в гондулах на крыле. Боковые моторы немного развернули от оси самолета для улучшения управляемости. Размах крыла после переделки несколько увеличился. Вот так родился трехпаторный Ю-52-3М, которого ждал в будущем огромный коммерческий успех, активное участие во многих военных конфликтах и долгая послевоенная судьба. Продолжение следует...